Находясь там, я каждый второй день со своим подразделением брал позиции. То бишь, я разбивал врага каждый второй день. В рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями» в лицее номер 7 прошла встреча с участником СВО, командиром первой штурмовой группы разведки с позывным «Вольф» Константином Михайловым, жителем Щелково. Он добровольно вступил в ЧВК «Вагнер», защищал интересы России в Луганской и Донецкой народных республиках. Награжден государственными наградами и наградами ЧВК «Вагнер». Константин рассказал ребятам, которые присутствовали на встрече, а это ученики кадетских классов и представители движения «Первых», о том, что они не узнают из учебников, о выполнении боевых задач, спасении жизни после тяжелого ранения, кодексе чести, своем предназначении. Кому-то суждено быть космонавтом, кому-то летчиком, кому-то менеджером, кому-то водителем. У каждого свое. В будущем, дай бог, вы это поймете. И тогда вы научитесь правильно действительно любить и уважать свою работу и выполнять ее застойно. Герой охотно отвечал на вопросы, делился воспоминаниями. И всей разведке, да, у нас было порядка 130 бойцов. Мы остались 8 бойцов. Остальные все 200 и 300. Я там мог тоже вместе с ними лечь. Лечь. Но в итоге я просто получил ранение. И в итоге выполнил задачу, отстоял свою позицию, вот, вернулся домой. И когда я вернулся домой, я очень долго сам себе задавал вопрос. Для чего и зачем я сюда вернулся. И он принял решение заниматься военно-патриотической работой, воспитанием молодежи. В этом видит свое предназначение. Я в своем лице одна капля, можно сказать, в море. Даже не капля, а рассинка, можно сказать. Но если я своей работой доведу до еще какого-то, до одного человека, а тот человек еще до кого-то, это будет как цепная реакция. И возможно, что мир станет лучше. Герой действительно рассказал что-то новое, интересное. И я узнала для себя много нового, полезного. После разговора я поняла, что в данный момент у нас есть настоящие защитники, которые знают, для чего они это делают. Они живут и стараются для нас, для того, чтобы у нас было мирное небо над головой. Некоторые моменты из диалога с героем особенно запомнились ребятам. Про свои ранения полевые. То, что он не потерял самовладание, не впал в страх, в стресс. И взял организованно, ну как, сменил дизлокацию, чтобы не умереть. Диалоги с героями в формате уроков мужества и живого общения регулярно проходят в нашем округе. На конкретных примерах учащиеся видят, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к родине – это качество настоящего человека. Анана Приенко, Владислав Реус, Щелковское телевидение.